Патриотическое воспитание молодежи В рамках развития молодежного движения Русского географического общества по инициативе сотрудников Алтайского биосферного заповедника состоялся открытый урок пограничной географии, направленный на гражданско-патриотическое воспитание и эколого-географическое образование студенческой молодежи. В организации и проведении урока активное участие приняли ветераны пограничных войск России, члены региональной общественной организации ветеранов погранвойск «Рубеж», сотрудники телекомпании «Планета-сервис» и руководители Алтайского республиканского отделения Русского географического общества. В рамках урока студенты и преподаватели познакомились с историей создания пограничных войск России, уходящей вглубь веков, о легендарном участии пограничников в Великой Отечественной войне и в афганских событиях, о деятельности пограничников в настоящее время, об их участии в ликвидации вооруженных бандформирований в горячих точках, пресечении наркотрафика. Подполковник запаса Владимир Короткевич рассказал, как развивалась пограничная стража со времен Древней Руси до нашего времени и о героях-пограничниках России последнего столетия. «В охране рубежей отечества ежедневно принимают участие 10 региональных пограничных управлений, в составе которых более 80 пограничных отрядов, более 950 пограничных застаток. Ежесуточно на службу заступают 11 тысяч пограничных нарядов и около 40 контрольно-пропускных пунктов несут в службу с совместным главным таможенным комитетом России». Старшина запаса Владимир Лосев поведал о своей нелегкой и интересной службе в Приморье на советско-китайской границе. «Иногда идешь в дозоре, коза, козуя. Вот она, расстояние между нитями, вот такое. Так вот она вытягивается в струнку и проскакивает, даже иногда сработок нет. Вот это на глазах все было. На заставу снова звонишь, передаешь, сработка была, нет, сработки не было. А коза пошла. «Ингей делает проще. Он же не может простить на целых делений и рвать как-то ему тоже. Ну что делать? Он подходит к системе задам, просто через нее перекаживается». Юрий Ильиных, также старшина запаса, представил собравшимся увлекательное романтическое повествование о службе на советско-американской границе, на самой северо-восточной пограничной заставе России, в Беринговом проливе на острове Ратманово и в бухте Проведения. «Мы говорим о пограничной географии. Вот очень жаль, что почему-то я ничего не вижу практически. Но на многих участках границы есть такая традиция на пограничный столб устанавливать стрелки с указателями расстояния до тех или иных знакомых всем объектов. Но в частности у нас, вот тут, если присмотреться, можно почитать. Москва, 9585 километров. Вот моя география, где я служил». «Несмотря на то, что природа Чукотки, на первый взгляд, такая не очень разнообразная, у нас там было одно-единственное, даже дерево, не назовешь, кустик такой, мы считали за счастье, мы его сфотографировались. То есть растительности нет никакой практически. Но тем не менее, это развлекает какая-то своя безумно суровая, но красота. Вот так выглядит на закате бухта Проведения». Немало слов было сказано и о решении пограничными войсками задач по охране природных богатств нашего Отечества. Сотрудник Алтайского биосферного заповедника, ветеран пограничных войск Евгений Веселовский погрузил собравшихся в историю охраны заповедника, плотно связанную с историей пограничных войск Советского Союза. Рассказал об инспекторах охраны заповедника, ветеранах пограничных войск. При этом студенты и преподаватели смогли познакомиться с реальным участием сотрудников заповедника в охране государственной границы Республики Алтай. И в заключении все пришли к выводу, что там, где проходит пограничный дозор, спокойно себя чувствует снежный барс Ирбис. По первой линии идет пограничный наряд. Проходит практически чуть около полутора часов. И по этому же месту идет снежный барс. Видите, да? По этому же месту идет снежный барс. Прошел пограничный наряд. Барс посмотрел, а, все спокойно, да? То есть пограничники как бы участвуют в сохранении этой дикой кошки. Там, где ходят пограничники, там ходит снежный барс. А с другой стороны можно посмотреть на эту ситуацию. Снежный барс тоже в дозоре охраняет государственную границу России. В завершении урока председатель Алтайского республиканского отделения Русского географического общества Александр Михайлович Маринин вручил воинам-пограничникам памятные подарки. Научный сборник «Алтай. Республика Алтай. Природно-ресурсный потенциал», выпущенный небольшим тиражом в честь 250-летия вхождения Горного Алтая в состав России. Впервые открытый урок пограничной географии был проведен в школе села Яйлю, центральной усадьбе Алтайского биосферного заповедника, старейшего заповедника России. В настоящее время этот опыт, направленный на гражданско-патриотическое воспитание и эколого-географическое образование подрастающего поколения Отечества, рекомендован Министерству образования и науки Российской Федерации. Мы надеемся, что в дальнейшем практика проведения уроков пограничной географии станет доброй традицией во всех школах Республики Алтай уникального пограничного региона с богатой сетью особо охраняемых природных территорий. Это будет хорошим вкладом в дело патриотического воспитания молодежи в преддверии 2017 года года заповедников и национальных парков России и 2018 года года столетия пограничных войск России.